Очень много полиции, охрана повсюду. Ушло 5 миллионов гривен, чтобы обвесить вот это здание белой тканью. Welcome to Eurovision. Таки пустили меня на трибуну. Заходим. Привет, ребята, сегодня 9 мая, и сегодня состоится трансляция первого полуфинала. Я только что был в Евро-кафе. Здесь проходила закрытая автограф-сессия с представителями из Сан-Марина. Я получил диск, автограф, фотографию на память. В общем, всё, теперь я еду в МВЦ, там в 10 часов начнётся трансляция. У меня билет на живой концерт, так что еду и свяжусь уже с вами, наверное, оттуда. Кстати, а вы знали, что на станции метро Арсенальная, которая находится в Киеве, расположен самый глубокий спуск в метрополитен? Здесь два огромных эскалатора, и спуск вниз занимает примерно минут 10. Ой, да ну надо же, на Левобережной наконец-то появилась реклама с конкурсом. Сегодня на Левобережной очень много полиции, охрана повсюду, и перекрыли дорогу, и теперь я не знаю, как попасть на ту сторону. На той стороне находится МВЦ, я не знаю, куда пройти, потому что дорога, видите, перекрыта забором, и раньше здесь можно было перебежать, а теперь нет. Кстати, я где-то читал, что ушло 5 миллионов гривен, чтобы обвесить вот это здание белой тканью. 5 миллионов гривен, это примерно 12-15 миллионов рублей, то есть очень много, как для обычной белой ткани. Кстати, вот эту улицу, эту дорогу, ее полностью перекрыли, и здесь можно ходить пешеходом, наверное. Здесь, смотрите, никто не идет, но я решил быть первопроходцем. Ну, если перекрыто, то почему бы и не ходить? Там очень много людей, которые идут в МВЦ, СМВЦ, не знаю, там сегодня какая-то репетиция первого полуфинала проходила, но мне это не очень-то интересно, я иду уже на прямую трансляцию. Я приехал на 4 часа раньше, не знаю, что буду делать, думаю, погуляю по территории. И вы просто посмотрите, какое количество охраны впереди, обалдеть! Я столько милиции в одном месте никогда не видел. Тут так сильно оградили, что нужно просто обходить все здание. Это очень много времени занимает, так что я не жалею, что приехал намного раньше, потому что, чтобы обойти весь МВЦ, который находится вот за моей левой стороной, уйдет, наверное, минут 10. Надо идти прямо-прямо. И смотрите, там уже достаточно много людей, и мне нужно идти туда. Я, кстати, не знаю, еще можно уже заходить, или еще там идет репетиция, но я надеюсь, что уже пришло время, и люди уже потихоньку начинают запускать. Я уверен, что в МВЦ я найду что-то интересное, и вам смогу все показать, рассказать. У меня очень много места на камере, я все освободил, флешка пустая, так что этот влог будет, ну, очень длинный. Я вот сейчас тут прохожу, и знаете, какую песню я слышу? Сан-Марина, 2016 год. Вот вы прогуглите вот этот мужичок, он там сейчас поет, я не знаю, это запись, или реально он приехал в Киев, чтобы спеть. Хотя Сан-Марина прошлого года, это не очень популярная страна, я не знаю, что он тут делать, скорее всего, это просто включили музыку. Зачем? Не знаю. Какая толпа, это все очередь. Очередь? Куда эта очередь? То есть, нормально, что я приехал рано, все, я уже не жалею. Welcome to Eurovision. Ура, меня наконец-то пустили внутрь, и я сейчас иду, и посмотрите, тут очень много людей. Сейчас будет, будет рампа с металлодетектором, сейчас нужно будет показывать рюкзак, в общем, все, обыски, я попаду на территорию. В принципе, я уже почти на территорию, а сейчас буду прям полностью. В принципе, людей не очень много, но я пришел на три часа раньше. Смотрите. Ура, ребята, я наконец-то попал на территорию, вот уже сзади меня МВЦ, наконец-то я прям вот очень близко к Международному выставочному центру. Здесь не продают атрибутику, хоть это, и очень странно, почему не продают атрибутику, это же прямой эфир, первый полуфинал. Здесь зона для фотографий, на фоне играет, сейчас, сейчас вспомню, сейчас вспомню. Так, я знаю все песни, и это... Нет, я не могу вспомнить песни, в общем, все, идемте вперед, идемте, идемте, идемте туда, идемте. Так, сейчас попадем, ага, еще одна очередь, тут так много черегендов простоят, чтобы попасть. Это Израиль, Израиль, 2016 год, Ховистар. Боже мой, я мог его не запомнить и забыть. Обалдеть, а вот очередь, очередь прям в самый вход. Так, надо сделать пару фотографий, я с вами взять наслежусь. Резко начали пускать в середину. Так, я попал внутрь. Так, из интересного здесь ничего. Это вступительный холл, тут ничего и нету, надо пройти еще одни двери, снова очередь, много людей. И это я пришел, напомню, за 3 часа. Что будет, когда люди будут приходить за 1 час, я даже не представляю. Сказали, что нужно подождать где-то полчаса, там проверяют зал после прошлого концерта, в общем. Я нахожусь сейчас в первом холле. Когда я попаду во второй холл, там будет намного больше места, там будут продаваться сувениры, деда, напитки, в общем. Чтобы попасть во второй холл, нужно побыть тут где-то полчаса. Здесь есть женский туалет, который находится с той стороны, а также существует мужской, который находится за моей спиной, по другую сторону этого холла. Мне сказали, что лавочка с сувенирами находится там за стеной, так что будем ждать полчаса, а в сам зал будет пускать, но где-то через час. Уход открыт, и я только что здесь проверял интернет, в общем, нету Wi-Fi. Это очень плохо, я не могу выгрузить фотографии в Инстаграм, и это очень обидно. Я думал, что здесь будет Wi-Fi, я рассчитывал на это, но вот почему-то нет. Я рассчитывал на это, но вот почему-то нет. Я не послали, я не послала. Это все 300, 300, 180, 200, 200 на шею, 150 на шею. Так, все, 200 у вас. 300. 300, 200, 300, 300, 300, 200. Теперь у меня наконец-то есть журнал с Евровидением, я хотел его купить еще на Хрящатике, но там он закончился, и я очень сильно ждал 9 мая, чтобы прийти в МВЦ, и наконец-то его купить. Вот он у меня, очень здорово. Теперь я буду ходить в Евро-кафе, и у меня будет много автографов с участниками, то есть теперь у меня наконец-то есть место, где они будут оставлять автографы. Если раньше они расписывались на дисках, то теперь будет в моем журнале. И это очень здорово. Это память, коллекция, и я очень рад, что он у меня наконец-то есть. Людей с мерчем очень много, очень много желающих хотят приобрести атрибутику и иметь сувенир на память о Евровидении, ну а я перехожу дальше. Посмотрите, какая здесь огромная территория. Сейчас я иду к стендам, возле стендов тоже очень много людей. Это стенд со Львовским, это стенд с Евровидением. Точно такие же зоны для фотографий имеются на Хрящатике, поэтому я не вижу смысла здесь фотографироваться и стоять в очередях, огромных очередях. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. И здесь много иностранцев. Мне кажется, процентов 70 всех этих людей, они приехали из Европы, то есть украинцев, ну процентов 30. Я сказал образно, возможно я ошибаюсь, просто на вид процентов 30 украинцев. Очень много из Польши, из Грузии людей, вот, ну имею в виду по флагам. То есть не каждый же приходит с флагом, но те, кто пришли с флагом, тех я вижу и понимаю, что вот этот парень из Польши, этот из Грузии, а этот вообще из Швеции. Смотрите, еще одна зона с мерчем. Оказывается, здесь очень много сувениров продают. Так, получается я сделаю сейчас круг. Я достал селфи-палку, то есть теперь мне будет намного проще с вами разговаривать. Здесь я хочу обойти всю зону, то есть сходить по кругу. Вот я уже обошел очень большую часть. Сейчас еще посмотрим, что с другой стороны этого холла МВЦ. Здесь сектор Д, у меня сектор Б. Я его уже проходил, то есть я знаю, куда мне потом нужно будет заходить. В принципе, уже пускают внутрь, имея в виду к сцене, в зал. Но я пока что не хочу туда идти, посмотрим, что находится здесь, а потом уже зайдем. Я не знаю, тут проверяют билет или нет. Я бы хотел подойти сначала к фаз-зоне, потом вернуться и пойти в сектор Б. Вот. Здесь зона туалета. Идем еще дальше, дальше идем. А, так вот, на чем я остановился с вами. У меня же теперь есть журнал, и было бы идеально встретить кого-нибудь из участников. Чтобы они мне расписались, у меня же, смотрите, я еще и фломастер взял с собой. То есть полностью весь в комплекте. Но мне кажется, что вряд ли тут кто-нибудь будет проходить. Сектор Е на барабанах. Вот. Он мне не нужен. Так. То есть здесь очень хороший указатель, все, в принципе, понятно. Сектор Ф. О, я просто максимально близко к сцене. Смотрите, тут сцену видно. Сейчас вам покажу ее с этого ракурса. Сделал пару фотографий у сцены, и сейчас уже возвращаюсь. Иду на свою трибуну. Уже зайду в зал, займу свое место. И буду пытаться подсоединиться к интернету. В общем, посмотрю в журнальчик. И уже скоро начнется прямой эфир. Там за час, кажется, будет какое-то при шоу. Кто-то будет выступать. Так что будет интересно. Вот так вот, ребята. Я вам провел экскурсию по МВЦ. Мне очень нравится. Очень интересно все оформлено. Красиво. Очень просторно. Много места. Вот если здесь тысяч десять человек, то есть этого даже не ощущается. Очень много места. Я только что провел несколько трансляций в Инстаграме, в Перископе. Да, Перископ все еще жив. И очень много людей теперь в очередях, чтобы зайти в выбранный сектор. И мне нужно ставить очень большую очередь, поэтому я решил сейчас ее занять. Так, вот тут я стану. И очередь в сектор Б очень большая. Так что все, теперь оставлю тут. Самый верхний ряд видно даже отсюда. Когда остановился в эту очередь, я не мог понять, почему так долго и медленно запускают внутрь. Как выяснилось, на трибуну еще не запускают. Начнут запускать минут через десять, тогда я и зайду. Очень начинает. И коспорт. Таки пустили меня на трибуну. Заходим. Что ж, давайте я вам быстренько проведу экскурсию по трибунам, по сцене, по сцене. Смотрим. Так, что у нас тут? Что я вижу вообще? Это грин-рум. Здесь участники будут находиться в перерывах между своими выступлениями, а также в ожидании голосования в большом финале. Фан-зона VIP и обычная фан-зона. Там, как я понимаю, ничего нету, или тоже продолжение фан-зоны. Собственно, ну, сзади меня находится сама сцена. Здесь будут выступать все страны, также приглашенные знаменитости, которые будут в интервал актов, ну и так далее. Ну, а сейчас я нахожусь на своем месте. С этого ракурса я буду снимать все происходящее. Сейчас, кстати, проведу несколько трансляций в перископе и инстаграме, и снова с вами свяжусь. Начало прямого эфира через час, так что у меня достаточно времени. Начало примерно через 40 минут, а в это время я развлекаю себя трансляциями в перископе. Я не знаю, что вы будете помочь всем странам. Да, потому что это место, это место, это место. Да, это место, это место, это место, это место. Теперь я говорю много. Вы хотите переводить это? Дмитрий Демонов, мы рады витати от имени Национального телекомпания Украины и Европейского Молного Союза. Рады витати вас в Международном вставковом центре на 62-м конкурсе Евробачення. Дмитрий Демонов, мы рады витати вас в Международном вставке. Поехали в Международном вставке, а в Международном вставке. Мы рады витати вас в Международном вставке. Это очень-очень красивая баллада. Также, во время выступления с Португалией, который я буду проходить на стейдж-бейке, пожалуйста, сделайте передушку, чтобы артиста оператором могли не подрабить до сета. Поехали в Международном вставке. Поехали в Международном вставке. Да, давайте просто проверим, если все готовы. Да. Чувай. Центральный сектор. Делегация страны участников уже занимают свои места в бренд-руме, а начало прямого эфира всего 65 минут. Одна минута до того, что вы можете перейти на сцене. И вот что происходит на сцене. О! 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 Olympics- castаю на сцену! О! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Summer 12 NOW! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ В эфир вернулся Евровидение, и мы узнаем десятку победителей, которые пройдут большой финал. Значит, на протяжении всего эфира была альтернатива, или смотреть, как выступают на сцене, ну, если вы хотите смотреть то, что происходит по полевидению, у вас есть такая возможность, здесь установлено два экрана, в которых показано то, что видят зрители на телеканале. Украина сегодня не голосует, она голосует во втором полуфинале, так что, когда я пойду в ВВЦ на второй полуфинал, я проголосую, сделаю свой выбор. Насчет интернета, он здесь не очень хороший, всего одна точка доступа. Все к ней подключаются, и из-за этого сигнал не очень хороший. Очень честно, это станет выступить свидетельство прошлого года от Джамала, которая привезла Евровидение в Украину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Насколько я понимаю, сейчас закроются линии для голосования. Начинается сейчас! Не скользь твои пальцы, и я надеюсь, что сейчас будет время вывести. Это правильно, вы можете звонить, вы можете текстить, или вы можете использовать ВМ. О, офис на клей-пост, вы можете выбрать десятку лучших, которые пройдут в финал первый, и присоединяться к пеше-пятёрке плюс к Украине в финале 13 мая. Кто же это будет, мы узнаем совсем скоро, но через 30 секунд длинни закроются. Будет подсчёт голосовки, потом мы уже узнаем результаты. 5, 4, 3, 2, 1! СКО! 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 Наступает самый кульминационный момент, объявление результатов. Сейчас мы узнаем в топ-10 стран, которые пройдут в большой финал. СКО! 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 Д СМО! СКО! СКО! Молдова! Молдово! Азербайджан, азербайджан, азербайджан. Азербайджан, азербайджан, азербайджан. Азербайджан, азербайджан, азербайджан. Азербайджан, азербайджан! Бельгия О! 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 Седьмая страна Бельгия Армения Ставь, Ставь, Ставь Ставь, 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 Ставь Два места, и мне нужна Бельгия Бельгия и Австралия Это по-любому тоже против Австралия должна прийти 100% И Бельгия, давайте В Австралии это по-любому пройдет В Латвии нет В Латвии ни в коем случае Я просто смотрю на экран Вон туда И комментирую то, что вижу Давайте Австралию 100% пройдет Уверен в этом Ой, Финляндия еще, ну капец В 8 финале Это Австралия Это было полносе очевидно Астралья Это было полносе очевидно Астралья в Бельгии Астралья в Бельгии Астралья В Бельгии, Финляндии тоже И Финляндия В Финляндии и Бельгии Я просто рыбаю 9X Ребят Но есть только один Тикет В Северный Гранд финал Кто Валерет Последняя страна Блин, еще и Грузия В Грузии, Финляндии, Бельгия Хоть кто-нибудь Грузия, Финляндия, Бельгия Кто-нибудь, пожалуйста Ты бьешь так сильно Ты бьешь так сильно Ты бьешь так сильно Ты бьешь так сильно Ты дай все Смотрите Как Бланш нервничает Дай Бланш побег Один Бланш Два Мы идем на финал Бландш 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 Бельгия, давай, Бельгия, ну Тикет Финлянд Это Бельгия Бельгия Бландш Бландш величие Победа Бландш Бландш Ну не представлять, как бы я был Был бы расстроен, если бы она не прошла Результаты объявлены Не все страны, из которых я хотел пришли в финал Но Бельгия прошла, Швеция прошла В общем все здорово Я рад, что ключевые страны все-таки попали в финал К сожалению Финляндия и Грузия не прошли Но ничего страшного В следующем году больше повезет Вот находятся все страны-финалисты Здесь на сцене Ну и на этом первый полуфинал Покачивается Отлично, мне всегда было интересно, что происходит После титров и вот что мы видим Страны все еще остаются на сцене Фотографируются, проводят гейта Пресс-конференции, общаются с прессой И потом, наверное, уже уходят И все заканчивается Сцена освободилась, фонаты начали уходить Ну и, собственно, я тоже покидаю МВЦ На этом я с вами прощаюсь И большое спасибо, что посмотрели мой влог С первого полуфинала до конца С вами на протяжении этого видео был я, Вова Гура Встретимся с вами завтра у меня на канале Выходит ежедневное видео на тему Евровидения 2017 А в четверг мы с вами пойдем на второй полуфинал А в пятницу на финал До скорой встречи и пока-пока